Концертный зал «Сибирь» полон. Виктор Томенко начинает с самой актуальной темы в России – спецоперации. По его словам, каждая семья участников СВО за год в крае получила адресное сопровождение. Действует 30 мер поддержки, решено 2000 обращений. Дальше много о медицине, тема важная и проблемная. Ковид в 2021-м сбил все планы и только сейчас сфера начала возвращаться к норме. Томенко не скрывает, требуется 2000 врачей и 3000 медперсонала. И отмечает, масштабный отток специалистов удалось прекратить. А решение кадрового вопроса – приоритет на ближайшие пять лет. Обещает мотивировать и создавать хорошие условия. Процесс запущен. В Балтайском крае нами совместно было принято решение о выделении дополнительных средств на привлечение кадров и на привлечение и на закрепление кадров в медицинских учреждениях. В рамках регионального проекта, тоже это факт известный, занимались мы этим вместе. За три года мы направим около полутора миллиардов рублей на эти цели. С 1 июля будут доплачивать врачам, фельдшерам и медсестрам старшего возраста по 9,6 тысяч соответственно. Среди достижений последних лет дороги к краям. Почти все без исключения, в том числе туристы из Центра России отмечают настоящую дорожную революцию. 75 миллиардов на дороге за пять лет – цифра внушительная. Но губернатор думает и о будущем. Не просто думает, решает вопросы уже после доклада, отмечали эксперты. Вроде шаги, которые уже в период его губернаторства были по передаче такой значимой для края дороги на Кулунду на федеральный уровень. То, что он обратился к президенту с дополнительными мерами поддержки по именно реконструкции этой трассы, этого направления, и особенно перевода участка от родины до Кулунды из щебеночного покрытия в асфальтобетон, это, конечно, даст толчок развития региона, ведь это дополнительное транзитное направление на Казахстан. Благодаря инициативе губернатора край присоединился и к масштабному проекту сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Эксперты сегодня убеждены, зерно – это новая нефть, а производство продовольствия становится стратегической отраслью для экономики России. В таком контексте проект зернового коридора нашего края безусловно интересен, прорабатываем возможность участия в нем. Разворот на восток, выход на азиатский рынок избыта – это, безусловно, федеральный тренд, и наш регион убежден здесь, в стороне не останется. Эксперты напоминают, Томенко еще и председатель комиссии по сельскому хозяйству госсовета при президенте России, где определяют аграрную политику всей страны. К тому же наш край аграрный. Изменения и в этой сфере значительные. Я не помню, чтобы буквально за год в три раза было увеличено количество инвестиций на приобретение новой техники и технологий. Мы при этом еще должны помнить, что это не только современная техника, а очень достойные условия для жизни, вернее, для работы тех людей, которые на этой технике работают. В докладе губернатора и другие важные цифры по всем ключевым показателям экономики рост отмечается в два раза. Финансовые возможности края выросли. Эксперты уже неоднократно отмечали, Томенко умеет привлекать в регион федеральные деньги. И это важно. Некая квитэценция при этом, мне кажется, этого развития, это всегда уровень заработной платы. Если мы посмотрим, то и в рентгене регионов Алтайский край достаточно серьезно поднялся, сейчас переместился в более стабильную группу регионов по заработной плате. При этом она у нас за вот этот период выросла до 40 тысяч рублей. Зарплата растет и в промышленности региона, которая сейчас тоже активно развивается. Не обошел стороной губернатора и тему туризма. В 22-м больше 2 миллионов человек посетили туристические места края. Я уже в принципе не удивляюсь, когда где-то слышу, так сказать, Алтайский край, второй Сочи. И мне эта аналогия на самом деле понятна. Мы учимся в хорошем смысле слово круглогодично зарабатывать на туризме и индустрии гостеприимства. Губернатор уверен, что в перспективе край станет главным центром оздоровительного туризма в России. Для этого есть не только силы, но и средства. В нашего края прекрасное будущее во всех сферах, резюмировал Виктор Томенко. Предстоящая зона выборов. Понятно, что уже Виктор Петрович ключевой кандидат. И здесь, исходя из того, что я услышал на отчете, ключевой плюс, конечно же, для нас – это прагматизм и установка на системную работу. За всеми теми цифрами, которые были озвучены, представлены конкретные проекты и показатели, с которыми можно будет ехать к населению. Можно будет говорить не только о динамике существующего состояния, но и о дальнейших перспективах развития уже конкретных локальных территорий всего региона. Сегодня же на заседание КЗС было решено провести 6 июня внеочередную сессию, где назначат выборы губернатора края. О своем участии Виктор Томенко пока не сообщал. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.